Тонкий лёд – одна из главных опасностей зимнего периода. Напомнить об этом учащимся седьмой школы пришли представители МЧС, сотрудники ОСВОДА, представители отдела по делам молодёжи Брестского облсполкома. Мы организуем совместные рейды с МЧС, постоянно патрулируем наши пляжи по станциям и также выезжаем на места, где есть скопление категорий граждан, таких как подростки, таких же рыбаков. Мы, впрочем, работаем на то, чтобы донести до детей, что нахождение несовершеннолетних на водоёмах и без сопровождения взрослых категорически запрещено. К сожалению, случаи выхода детей на лёд есть. Мы пытаемся всеми силами их предупредить, а именно проводим, конечно, такие мероприятия, как сегодня. Все сотрудники МЧС непосредственно проводят работу на всей территории Брестской области, в школах, в вузах, сотрудничают с различными средствами массовой информации и всеми способами пытаются донести те правила безопасности поведения на тонком льду. В рамках встречи юношам и девушкам сотрудники медицинской службы МЧС провели наглядный инструктаж, в рамках которого показали, что нужно делать, если случится беда. Бывают случаи, когда на помощь взрослым приходят грамотно обученные подростки. Тому подтверждение ситуация прошлого лета. Компания ребят-старшеклассников, в которой были брещане, Максим Снитко и Андрей Корольчук, купалась на одном из водоемов, когда услышала крик о помощи. Люди с берега начали кричать «Тонут», и мы решили уже прыгнуть в воду, поплыть. И потом увидели, что тонет девушка, и спасали её, вывели её на берег. Потом она говорила, что там ещё остался мужчина. Мы думали вначале, что это она – бред, состояние шока. Но потом люди говорят, да, с ней был ещё мужчина. И мы ещё отправились в поиски. Несмотря на то, что героями себя ни Максим, ни Андрей не считают, говорят, что действовали механически, подвиг их был отмечен высоко. В торжественной обстановке юноши были удостоены грамот от областного исполнительного комитета и громких оваций сверстников. Мы на примерах брестских ребят, это Снитко Максим и Корольчук Андрей показываем. Это те ребята, которые летом спасли жизнь человека. Мы сегодня награждаем их грамотным Главным управлением идеологической работы культуры по делам молодёжи. Ещё одна форма приобщения молодёжи к безопасному поведению – проведение творческих конкурсов. Итоги проекта «Спасатели глазами детей» были подведены в Центре дополнительного образования детей и молодёжи. В этом году у нас и больше работ, больше участников, больше учреждений образования приняли участие в 20-м конкурсе «Спасатели глазами детей». Что запомнилось, что дети относятся с душой, с трепетом, с любовью к пожарному делу, к профессии спасателя и проявляют свою мысль на бумаге, в моделях, в рассказах. Победителями номинации стали ребята разного возраста. Каждый из них имеет своё видение деятельности сотрудников МЧС. Им они посвятили свои рисунки и литературное произведение. Мне нравится тема «Спасатели», потому что они героические, они не пойдут отступать. То есть, когда кто-то попал в беду, они всегда приедут быстрее. Расскажи, вот как вы рисовали, что, зачем вы рисовали, вообще, что у тебя на рисунке нарисовано? Человек, дядя, который спасает людей. И пожарную машину. И пожарную машину. Нам предложили нарисовать. Мы согласились, и мы все силы на то, чтобы рисунок у нас получился. Всю любовь вложили, и, наверное, поэтому мы выиграли. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Бакунович, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.